Здравствуйте, дорогие друзья! Я Георгий Карапетян, ваш личный доктор в ближайшие 30 минут. Напомню, что вы можете отправлять любые ваши вопросы в группах на Фейсбуке и ВКонтакте, Центр Красноярск, и обязательно на них отвечу. Также напоминаю, что можете посмотреть нашу программу в сервисе ПИРС-ТВ на своем смартфоне. Тема сегодняшней программы – «Внимание! Тромбоз». Сегодня мы говорим про это. Гостем нашей студии сегодня является Владимир Юрьевич Толстихин, сердечно-сосудистый хирург, доцент кафедры хирургических болезней Красноярского государственного медицинского университета, главный врач Центра современной флебологии и профилактической медицины. Здравствуйте, Владимир Юрьевич! Владимир Юрьевич, и первый вопрос для телезрителей. Что такое тромбоз? Ну, тромбоз – это очень плохо. Тромбоз, ну, во-первых, тромбоз бывает разный – артериальный, венозный, но любой тромбоз сам по себе – это очень плохо для человека. А что это такое все-таки? Тромбоз – это закрытие просвета сосуда с густком крови. То есть густок крови закрывает сосуд, и кровь перестает по нему поступать. Если это маленькие сосуды, то мало крови перестает поступать. Если это большой сосуд, естественно, кровь не проходит в большом количестве. То есть это вызывает, может вызвать и шок, может вызвать и, скажем, потерю сознания, и обмороки, и все. Но самое главное, проблема, которая есть, бывает при тромбозах, особенно при венозных тромбозах, это угрожающее для жизни состояние. Это тромбоэмболия легочной артерии. Мы сейчас к нему подойдем, тромбомболии. Владимир Владимирович, я бы хотел, чтобы вы ответили на такой простой вопрос для наших телезрителей. Я, как молодой человек, считаю себя, у нас же все мы активно очень считаем себя здоровым, и да есть какой-то тромбоз где-то обитающий. Это касаемо только людей, которые чем-то больны, или это может коснуться любого человека, тромбоз, когда сгусток образуется внутри сосудистого русла или сосудистой трубки. Да, к сожалению, эта проблема может возникнуть практически у каждого. У любого человека? У любого человека в определенных условиях. То есть нужно, чтобы было два или три фактора, которые могут привести к тромбозу. Мы же не знаем внутреннее состояние нашей системы гемостаза. С течением времени эта система изменяется, претерпевает определенные изменения. Чаще всего в худшую сторону с возрастом. Говорят, с возрастом снаряды падают ближе. Да. Но и в молодом возрасте человек может получить тромбоз. Вот проблема применения женщинами контрацептивов, да, необоснованная. Оральные контрацептивы. Оральные контрацептивы. Могут привести к развитию тромбоза. И мы это видим среди наших пациентов, когда молодая женщина, там, 18 лет, одну таблетку приняла гормонок, контрацептивы. На следующий день привозят к нам уже в БСМП с тяжелым веносным тромбозом. И эта женщина на протяжении всей своей жизни уже имеет повышенный риск развития более тяжелых осложнений. И ей придется на протяжении всей своей жизни лечиться, носить компрессионное белье, принимать определенные виды препаратов. Но кроме этого существует еще так называемое внутреннее состояние, которое может передаваться по наследству. То есть это генетически обусловленная тромбофилия. Там есть много моментов, на которые они могут влиять. То есть на разные, скажем, циклы свертывания крови. Поэтому даже в молодом возрасте может получиться тромбоз. Но и при определенных состояниях. Опять же, при длительном, например, вынужденном положении человека, при, например, сдавливании конечности, где-то завал или где-то привалило чем-то тяжелым, грузом каким-то это раз. Но и с возрастом, например, к 40 годам человек уже чаще всего подвергается венозным тромбозам. Уже к 40 лет. Я не говорю уже... По тем или иным причинам. Да. Это даже при отсутствии провоцирующих факторов, я так полагаю. Нет, ну факторы они должны быть такие. Это да. Факторы они обязательно. Скажите, пожалуйста, излюбленная наша тема, курение, провоцирует формирование тромбов? Это является провоцирующим фактором? Ну, курение на самом деле является для сосудов самым большим злом. Самым большим. Самым большим злом для сосудов всех. Головы, сердца, ног, рук. В этот момент я вас прерву, конечно, с одной целью. Для того, чтобы сообщить нашим телезрителям. То есть, самое большое зло для сосудов – курение. А теперь следующая логика. Во всем мире и в нашей стране самая высокая смертность от сосудистых заболеваний. Да. Продолжите, пожалуйста, про курение. Вы, я прервал. Да, и про курение в том числе. Причем самая большая смертность и от артериальной патологии, куда входят инфаркт, инсульты, различные состояния, скажем, проблемы с висцеральными сосудами. Сосуды есть везде в организме. И если они плохо работают, то просто орган перестает работать. Но и даже вот такая проблема, как венозные тромбозы, по статистике 100 человек на 100 тысяч населения. 100 человек на 100 тысяч населения в год. То есть, в городе Красноярске мы имеем тысячу тромбозов ежегодно. И этот прирост идет на протяжении долгих-долгих лет уже. Я знаю о причинах приема молодыми женщинами контрацептивов, потому что мы видим это и в наших больницах, когда поступают со свершившейся проблемой. Что мы можем порекомендовать все-таки на этом этапе? Каковы должны быть способы контроля? Потому что помимо каких-то визуальных осмотров нижних конечностей, мы знаем о том, что тромбоз может быть внутренних органов. Это могут быть органы малого таза, это могут быть сосудистая система непосредственно внутренних гениталий, матки и так далее. Это одно из причин той самой тромбоэмболии. Какие-то простые рекомендации по профилактическим осмотрам, УЗИ, анализам можем мы дать? Ну, любая женщина, которая собирается принимать контрацептивы, то есть контрацептивы – это лекарства, которые должны применяться. Но перед тем, как принимать контрацептивы, доктор должен вам назначить анализ на тромбофилии, на возможное тромбофилии при назначении женских половых гормонов. И когда этот анализ придет, мы увидим, что в этом анализе все нормально, женщина спокойно принимает этот препарат. Дальнейший контроль? Дальнейший контроль может осуществляться за… здесь уже чисто визуальный контроль. Да, длительный прием любых женских половых гормонов приводит к изменению венозной стенки. Приводит к изменению венозной стенки. Но у некоторых женщин это не переходит в болезнь, да? Есть какие-то небольшие изменения, есть отечность. Вот с этим мы уже можем бороться с помощью фармпрепаратов. Но если есть наличие какой-то тромбофилии или подозрения на тромбофилии, в этом случае, значит, контрацептивы применять не нужно фармакологически. Для понимания наших телезрителей тромбофилия, то есть это когда тромбоциты, такие клетки крови, их количество превышает нормальное число, которое должно быть. Ну и в тромбофилии и тромбоцитарное, и за счет фибриногена, и за счет других многих факторов есть. Не только контрацептивы применять. Это большой, это космос просто. То есть внутреннее состояние крови человека – это космос, с которым нам еще предстоит очень много разбираться и работать. Хорошо. У нас есть вопрос в социальных сетях. Татьяна спрашивает, ну мы практически ответили, как формируется тромб, есть ли симптомы, по которым можно понять, что ты в группе риска, и как предотвратить их появление? Очень хороший и нужный вопрос. К нам часто обращаются пациенты и говорят, ну посмотрите там, есть у нас тромб или нет у нас тромба. Когда у человека появляется тромб, он его чувствует сразу. Это изменение, тяжелое изменение в здоровье человека. Это и отек, если это тромбоз глубоких вен. Это и боль, если тромбоз глубоких вен. Это нарушение функции, конечности, руки, ноги. Ну а если это подкожный, тромб подкожных вен, например, в этом случае это болезненный тяж по ходу вен. Я не говорю уже об артериальных тромбозах. Если артериальный тромбоз, то степень недостаточности кровообращения такая, что человек просто не может выдержать эту боль. Это очень резкая боль, с которой нужно сразу обращаться. Некоторые пытаются там пить обезболивающие таблетки, кто-то пытается пить алкоголь, чтобы заглушить эту боль. На самом деле нужно бегом бежать к врачу. Чем раньше вы придете к врачу, тем больше вероятность того, что все закончится хорошо. Спасибо. То есть бессимптомного тромбоза практически не бывает. И задача наших пациентов – это своевременно обратиться к доктору прежде всего. Дорогие телезрители, мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим тему «Внимание! Тромбоз!». Внимание! Тромбоз! Мы сегодня говорим про это вместе с Владимиром Толстихиным. Главным врачом Центра современной флебологии, профилактической медицины, сердечно-сосудистым хирургом, доцентом кафедры хирургических болезней Красноярского государственного медицинского университета. Напомню, что у нас в социальных сетях огромное количество вопросов, которые к нам поступают, и мы на них отвечаем. У нас есть очередной вопрос, и мы попросим Владимира Юрьевича ответить. Виктор спрашивает. Четверо знакомых погибли от тромбоза. Я напуган. По ночам панические атаки. Если чувствую онемение и холод в конечностях, обратиться к флебологу или сразу к психиатру? Да. Это серьезная проблема. И смерть близких и смерть родных, конечно, приводит к очень большим последствиям психологической нагрузки для человека. Но в то же время, когда мы беседуем с пациентом, мы всегда спрашиваем, как здоровье родителей? Были ли у вашей семьи проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Почему? Потому что генетически, конечно, многие болезни передаются нам от наших предков. Наследственный фактор. Наследственный фактор, да. И, конечно, очень тяжело терять близких, которые умирают от тромбоэмболии. Мы видим это и не только в своей среде, мы видим это среди наших, скажем, там, соотечественников, которые умирают и на которых рассказывают нам СМИ. Вот, конечно, это всегда трагедия. Как предотвратить тромбоз? Во-первых, это необходимо двигаться. Первое. Необходимо двигаться. То есть активный образ жизни, он предотвращает тромбоз. Кровь движется быстрее. Кровообращение улучшается. Настроение улучшается. Здоровье улучшается. Вероятность тромбоза уменьшается. Уменьшается. Да. Во всех системах. Вот. Но нужно обращать и на другое внимание. Необходимо, конечно, вот проходить диспансеризацию. Это очень важно. То есть не просто так, скажем, относиться к ней, как к какой-то тяжелой обязанности. Да, да. Наша обязанность поддержать свое здоровье. Своё здоровье. Совершенно верно. Поэтому необходимо диспансеризацию проходить, определенные анализы, определенные исследования, которые показывают уже, есть вероятность тромбоза, нет. А по анализам мы можем определить, даже по скрининговым анализам. То есть обычные анализы, мы можем повышенное содержание фибриногена, низкое содержание гемоглобина, высокое количество тромбоцитов. И это уже наталкивает на мысль, что нужно более углубленное исследование делать. Скажите, пожалуйста, у нас еще есть один вопрос. Евгения спрашивает, можно ли вылечить тромбофлебит навсегда? Ну, тромбофлебит, на самом деле, тромбофлебитом называют люди вообще всевенозные тромбозы. Вот всевенозные тромбозы, которые есть, тромбоз глубоких, подкожных вентам, на руках, на ногах. Они очень боятся этого, и постинекционный, например, там тромбофлебит такой есть тоже. Вот они этого очень всего боятся. Боятся иногда оправданно, а иногда боятся неоправданно. Потому что иногда наши, там, бабушка надвое сказала, там, соседка какая-то, ой, у тебя такие ноги, так ты умрешь от тромбоэмболии легочной артерии. Если человек впадает в панику, панические атаки, ночами не спит, переживает, думает, мифы создает себе, потом приходится лечить вместе с психиатрами. Или другой вариант, да ничего, все пройдет, у меня все хорошо, приходят уже, сначала была голень, потом бедро, потом уже две ноги, тромбоз, да, потом тромбоэмболия легочной артерии. Вот. Если вы почувствовали, если вы почувствовали, что у вас отекла нога, если вы почувствовали боль в этой ноге, обязательно нужно обратиться к врачу. Если вы почувствовали, что у вас внезапно появилась отдышка, что вам трудно дышать, что у вас боли в грудной клетке, обязательно нужно обратиться к врачу, потому что это может быть таким заболеванием, как тромбоэмболия легочной артерии. На самом деле тромбоэмболия легочной артерии, то есть миграция тромба в область сердца, то есть в область легочных сосудов, она идет как бы в нескольких этапах. Сначала небольшой кусочек тромба может оторваться, то есть какая-то симптоматика такая, скажем, смазанная, но любое изменение в своем состоянии у человека должно задуматься. Что такое, почему? Нет возраста, ни от чего, это не зависит. То есть на фоне здоровья появляются неприятные ощущения. То есть нужно сразу же обратиться к врачу, чтобы предупредить повторную волну вот этого тромбоэмболии. То есть самое главное прислушиваться к себе. О тромбоэмболии я немного позволю себе тоже расширить. Речь идет о том, что где-то у нас случился тромбоз, это могут быть не только, наверное, нижние, верхние конечности. Больше нижние конечности. Чаще всего нижние, да. И в какой-то момент происходит отрыв части этого тромба, который закупоривает сосуды в системе, сердечно-легочной системы. И вот это уже приводит к серьезной катастрофе и к летальному исходу в том числе. Это проблема, кстати, всего, наверное, здравоохранения мирового, потому что есть здесь определенные статистические показатели, наверное, внутрибольничных тромбоэмболических осложнений. Вы, наверное, владеете этими цифрами. Ну да, вообще по статистике в Российской Федерации 100 тысяч человек погибают от тромбоэмболии легочной артерии. Ежегодно. Ежегодно небольшой город пропадает только от тромбоза. Вот это, конечно, катастрофа. Гораздо больше, чем людей погибает от гепатита, спида, в автокатастрофах. То есть это проблема мирового масштаба. И с этим нам придется жить, с этим нам нужно бороться. Это нужно проводить нормальную диагностику для того, чтобы справиться. Для понимания масштаба в бедствии, конечно. Еще один вопрос, Владимир Юрьевич. Бытует мнение, опять же, передают друг другу пациенты, которые один уже был где-то на лечении с инфарктом, может, с инсультом, может быть, с тромбозом. Выписался, пришел с выписки, и он соседям рекомендует. Знаете, мне сказали, что пейте постоянно аспирин, и у вас все будет хорошо. Сталкиваетесь ли вы с этой проблемой, с осложнениями, понятно, ацетилсалициловой дозировки, ну и наоборот, когда пациенты считают, что не нужно принимать аспирин, и сами его себе отменяют. Да. Ну, на самом деле, лечение венозного тромбоза – это очень такой длительный процесс, вдумчивый процесс, потому что есть достаточно большое количество препаратов. И, кроме того, скажем, вот в нашем городе, в больнице скорой помощи, мы, кроме того, что предотвращаем дальнейшее развитие тромба, мы еще и его растворяем. То есть у нас есть возможность с помощью современных препаратов, так называемых тромболитиков, растворить этот тромб. И если в Европе, скажем, эти лекарства используются практически для любого венозного тромбоза, к сожалению, у нас такой возможности нет. Только определенные категории. То есть риск кровотечения на аспирине, я думаю, что он превышает риск развития, скажем, каких-то сосудистых осложнений. И аспирин, на самом деле, не предотвращает от венозных тромбов, а только от артериальных тромбозов. Снижает риск артериальных. Снижает. Не устраняет, снижает. Есть еще методика установки так называемых кавофильтров. Да, ловушек. Ловушек, да. Что здесь можете нам сказать? Это методика, которая была применена, начата применяться в прошлом веке. И установка этих ловушек во всем мире, это был такой бум, практически с любым венозным тромбозом стали устанавливать эти ловушки. И у нас в городе это большое количество этих ловушек было установлено. Но в настоящее время мы уже отходим от этого. То есть, если мы ставим такую ловушку в сосуд, да, в сосудку. Чаще это нижняя полая. Нижняя полая вена, да. То, естественно, инородное тело, оно может вызвать повторный тромбоз. То есть, она уже является не благом, она является наказанием для человека. А кому ставят, в некоторых случаях, молодым женщинам, молодым мужчинам. И потом они на протяжении всей жизни вынуждены принимать специальные препараты для разжижения крови, которые не позволяют им заниматься определенными видами спорта. Там диета, нельзя делать то, все опять. Риск тех же кровотечений. Риск тех же кровотечений, да, может привести. То есть, на сегодняшний день сосудистые отделения в БСМП, где находятся, концентрируются все больные с венозными тромбозами. Да, мы за год, ну, один-два фильтра максимум ставим. А раньше 100-200 фильтров ставили. За год. За год, да. Спасибо большое за интересную беседу, Владимир Юрьевич. Мы прервемся, дорогие телезрители, на короткую рекламу, после которой продолжим тему «Внимание! Тромбоз!». Внимание! Тромбоз! Мы сегодня говорим про это вместе с Владимиром Юрьевичем Толстихиным, доцентом кафедры хирургических болезней Красноярского государственного медицинского университета, сердечно-сосудистым хирургом. Владимир Юрьевич, мы в первых частях передачи проговорили те страшные моменты, которые могут сопровождаться внутри сосудистой нарушений свертой вымости крови, формирование тромбов, масштабы бедствия, количество летальных исходов, превышающих цифру 100 тысяч для нашей только страны. И это всемирная проблема. Если предметно говорить о методах, опять же, по пунктам профилактики активности. Мы все знаем, что пить-курить – это плохо. А что делать, чтобы было хорошо? Чтобы быть здоровым, чтобы быть здоровым и веселым, да, нужно, во-первых, двигаться, конечно, движение, активно, активно двигаться. Не от случая к случаю, не просто по утрам, а нужно активно двигаться, то есть заниматься, причем заниматься нужно теми видами спорта, которые предотвратят заболевания вен в том числе. Например? Вот, то есть это ходьба, это плавание. Лучше всего для вены вообще это плавание. Плавание. Ходьба – это приемлемые, приемлемые кардионагрузки, да. То есть для каждого возраста кардионагрузки должны быть свои. А, например, такие виды спорта, как степаэробика, такие виды спорта, как большой теннис, то есть там, где есть ударные, где ударные есть моменты, они для вен плохи, да. Но люди занимаются, скажем, если нет никаких проблем, занимаются и теннисом, занимаются и бегом, и тяжелой атлетикой. Все это необходимо. То есть самое главное – это активно двигаться, активно жить. Кроме этого, мы все теперь знаем, что нужно там придерживаться определенной диеты, но безхолестериновой, да. Но. Мнение кардиологов периодически меняется. Мнение кардиологов меняется. Но когда совершенно отсутствует холестерин, это тоже плохо. Холестерин является строительным материалом нашего тела. Нужно откуда-то его брать и откуда будет брать этот холестерин. То есть нужно обязательно что-то с холестерином обязательно. В связи с этим, как вы относитесь к полному вегетарианству? Ну, я… Безбелковой форме. Я очень-очень настороженно отношусь к этому виду диет. Вот. Почему? Потому что, то есть те исследования, которые проводятся, говорят о том, что вегетарианство полное, оно не увеличивает продолжительность жизни. Ну, каждый человек сам волен выбирать. Согласен. И я в этом смысле всегда так немножко философски рассуждаю, что одна из формулировок со школьной скамьи, если помните, из биологии, что такое жизнь. Определенная форма существования белковых тел. Соответственно, в вегетарианстве с белковыми телами трудновато обходится. Да, да, да. У нас были определенные встречи с гинекологическим профилем, и мы, с специалистами гинекологического профиля, и мы, конечно, обсуждали ряд вопросов касаемо половой жизни, как элемента здоровья. Насколько это влияет или отражается работа сердечно-сосудистой системы на эту сферу человека? Ну, это очень важная часть нашей жизни, и это очень важный показатель здоровья. То есть, люди с заболеваниями сосудов, в частности, атеросклерозом, поражение артерии нижней конечности, брюшной аорты, то есть, одним из основных симптомов является именно снижение либидоимпотенция. То есть, это показывает именно состояние здоровья сосудов. Сосудов, прежде всего. И занятие, скажем, сексом, это очень положительно влияет вообще на сердечно-сосудистую систему. То есть, регулярное занятие половой жизнью, активная половая жизнь, это показатель здоровья, показатель социального здоровья и показатель внутреннего здоровья для любого человека. На этой отличной ноте, с хорошей рекомендацией, мы прощаемся. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо, спасибо. Дорогие телезрители, спасибо за то, что вы были с нами. Встречаемся ровно через неделю. Будьте здоровы. Дорогие телезрители, спасибо за то, что вы были с нами. Спасибо. Спасибо.